Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Стали известны результаты голосования третьего этапа конкурса «Человек года-2016». Голоса распределились следующим образом. Костя Иванов и Игорь Трегубенко отказались от дальнейшего участия в конкурсе. Марина Африкантова не приехала на выступление во время голосования, и поэтому она тоже исключена. Таким образом, Федя Стрелков становится вторым, а Андрей Черкасов третьим. На проектном суде судили сразу четырех человек. Тата Абрамсон, Лена Босс, Винцеслав Пенгажановский и новенький Альфред обвинялись в отсутствии отношений на проекте. В изолятор сели все, кроме Альфреда. Так решили присяжные. На поляне был внеплановый приход к Глебу Жемчугову. Пришла та самая Надежда, с которой он зажигал в Саранске. Как вы помните, в этом городе Глеб проводил кастинг с Надей Ермаковой. Все подозревали, что у него может быть интрижка с бывшей девушкой, но никто не ожидал, что это случится с другой Надей. И вот эта другая Надя пришла и заявила, что будет добиваться Глеба. У нее серьезный настрой, она готова разрушить семью. Ольга Жемчугова написала в своем микроблоге, «Я стараюсь держаться, а внутри хочется быть». Саша Гозия свернулась из поездки домой и снова поругалась с Костей Ивановым. Она написала, «Не успев прилететь, снова разлад». «Ну капризная я, ну дурная, любишь и наслаждайся». Марина Африкантова опубликовала видео на своей страничке в соцсети. В нем она рассказала, что снова помирилась с Андреем Чуевым. Он может защитить ее от нападок коллектива, в отличие от Вани Барзикова. В подтверждение того, что договора между ними не было, Марина выложила скрины своей переписки с Андреем. Она написала, «Мы действительно расстались и не общались с Андреем все это время. Марина готова даже сесть на детектор лжи, чтобы остановить нападки и клевету». Татьяна Африкантова тоже пытается защитить свою дочь после того, как на нее посыпались обвинения в обмане. Марина любит Андрея и не переставала любить его. Они пытались разойтись, но каждый из них мучился и тосковал. Андрей даже за время отсутствия похудел на 11 килограмм. В чем вина Марины? Если в том, что она не смогла перешагнуть через свою любовь и окончательно забыть Чуева, то это наоборот делает ей честь и хвалу. Андрей Черкасов встретился со своими друзьями. Он сообщил, что скоро семья Менщиковых станет героями рубрики «Кто ходит в гости по утрам» на Доме-2, ведущим которой он недавно стал. «Замечательная семья Степана Менщикова», – написал Андрей. «Скоро в моей рубрике они расскажут о прибавлении в семействе». Даша Пынзар исправляет последствия неудачной косметической процедуры. «Когда-то, поддавшись дурной моде на вареники, я попала в руки непрофессионала, которая на Доме-2 делала губы девочкам, как на конвейере. И я присоединилась к стадному инстинкту. Это был ужас. Моя верхняя губа была огромной. После этого уже несколько лет я страдаю». Даша призывает своих подписчиков не повторять таких же ошибок, обращаться только к профессионалу и 10 раз подумать перед процедурой. Михаил Терехин дал интервью журналистам. Он прокомментировал пост Ксюши Бородиной об изменах мужа. В интервью он пожалел свою бывшую возлюбленную и сказал, что готов принять ее даже с двумя, а то и с четырьмя детьми и воспитывать их как родных. Знал, что все так получится, говорил ей, но она не послушала. Скоро она станет снова холостой, затусим с ней. Пока предпринимать какие-то шаги в ее сторону я не буду, рано еще. Также Терехин сказал, что Ксения сейчас отдыхает именно в том отеле в Турции, куда они когда-то ездили вместе, будучи в паре. Ходит сейчас по пляжу с двумя детьми Ксюха и скучает по Мишке. А Мишки-то рядом нет, говорит Терехин. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.